Здравствуйте! Это программа «Свободное время». Есть люди, с которыми мы теряем время, а есть те, с которыми мы теряем чувство времени. Надеемся, с нами у вас 15 минут пролетят незаметно. И вот что мы покажем в сегодняшнем выпуске. Есть группы, названия которых не запоминаешь, а есть коллективы, которые даже спустя 30 лет собирают залы. Андрей Гуров расскажет, какую роль сыграла в его жизни группа «Ласковый май» и чем он занимается сегодня. Литографии, которые взбудоражили мир. Сальвадор Дали – священное послание. О самом масштабном графическом проекте в творчестве художника расскажем сегодня. Ветхий и Новый Завет в литографиях. В Тамбове уже не первый месяц работает уникальная экспозиция «Священное послание Сальвадора Дали». В областной картиной галереи можно увидеть более 100 работ великого мастера. Подробности прямо сейчас. Проект уникальный. Сальвадор Дали – священное послание. Здесь даже вот в сочетании имени этого яркого, броского художника, не только по колориту его произведений, но и по всей его биографии, по жизненному пути, действительно яркий, броский и подажный. Вот сочетание этого человека, этой личности и название «Священное послание», которое, в общем, дает уже сразу нам понять, что это религиозные сюжеты. Ну, конечно, еще подробнее, если объяснить, то это и Ветхий, и Новый Завет отражен в этой серии работ. В 1963 году итальянский издатель заказывает именно Сальвадору Дали выполнить иллюстрации к Библии. Здесь уже заложен парадокс, антитеза, бунтарство и канонические сюжеты. Здесь полная свобода творчества, и мы это видим потом в выборе цвета, палитры, не говоря о том, что, ну, полная фантазийность в передаче атрибутики, иконографии. Даже трудно сочетать слово «иконография» и творчество такое вольное Сальвадору Дали. На выставке присутствует уникальный экспонат. Это вот пример того немногочисленного выпуска Библии. Это, подчеркиваю, очень малотиражное издание. Их буквально считанные единицы в Западной Европе присутствуют. И вот этот экспонат у нас. И Библия развернута. И вот то, что мы видим, вот этот лист прозрачной специальной бумаги, вот там находится литография. Это не репродукция. И поэтому подробный рассказ о технике. Художник вырезает, с усилием вырезает очень прочный литографский камень. Потом, прежде чем создать окончательную композицию, художник прорабатывает несколько этапов, включая вот работу с химическими составами. То есть специальные кислоты, профессиональный термин, травят этот рисунок, чтобы туда, ну, скажем так, упрощенно, лучше погрузилась краска. Чтобы она ушла в этот рисунок, пропиталась. Следующие идут этапы заливки специальной краской. Это не та краска, которую мы можем видеть, скажем, акварель или гуашь. А внешне это очень похоже в результате. И вот этот высокотехнологичный, многоэтапный, подчеркиваю, труд дает результат, который, на наш взгляд, похож на гуашь, похож на акварель, похож на рисунок. И, наверное, каждый зритель может задать вопрос, а для чего же нужно столько усилий употреблять, что в окончательном варианте мы видим, в общем, достаточно привычную технику. Существует ответ на это. Во-первых, это дает возможность повторить работу. И это будет авторское повторение. Это не будет копией. Это не будет вот такой просто технической печатью. Это будет авторское повторение. В данном случае выставка «Сальвадор дали священное послание» в Тамбовской картинной галереи – это 17-й экземпляр. Это очень хороший показатель подлинности авторства. Названия этих работ очень похожи на детские, или как детские, или иногда совсем не посвященные посетители, не погруженные в мир искусства, говорят, я так тоже могу. Здесь хочется немножко разочаровать. Не можем мы так. При всей вот этой, казалось бы, детскости рисунков, здесь очень четко можно проследить работу с цветом, профессиональную работу. Ведь художников, ну, будем так, если говорить, очень популярно, все-таки учат смешивать краски, работать с цветом. И «Сальвадор дали», кстати сказать, особенно его живопись среди специалистов считается как раз именно такой, который, ну, дает вот пример, как художник прекрасно работает с цветом. Приходят и священнослужители на эту выставку, но мы общаемся на уровне трактовки Библии и пытаемся найти в этих цветовых пятнах вот именно богословское объяснение. О необычности трактовок известных сюжетов Евангелия можно, например, судить по этой работе, которая рассказывает о крещении самого Спасителя Иисуса Христа в Иордане, как мы знали. И называется работа словами, опять же, из Библии, из Евангелия «Крестился от Иоанна в Иордане». Первое, конечно, что обращает внимание, вот это цветовое пятно. Мы пытаемся разглядеть в нем фигуру Христа, фигуру Иоанна Крестителя, но нет. Фигуры очень маленькие. Вот здесь они, подножье. И Иордан, как нам подчеркивают библисты, это крошечная река, очень небольшая. Опять же, странно нам воспринимать русским людям с огромными реками. И вот здесь, казалось бы, что-то незначительное происходит. Но мы движемся взглядом вверх и видим, казалось бы, совсем в конце листа крошечную фигурку, которая воздвигает крест. Какой крест? Еще Иисус Христос крестится. Он живет. Он среди людей. Еще его не распяли на кресте. Еще не появился физически этот символ. Зачем он здесь, в этом сюжете? И тем не менее, Сальвадор Дали, в общем-то, как человек, который активно погрузился в мир Евангелия, он его переосмыслил. Он уже поднимает этот сюжет до вот этого высокого символа, которому мы поклоняемся как символу вечной жизни через смерть Христа. Но он туда пришел, через вот это крещение. И мы понимаем, что здесь уже бесконечность. И здесь мы не можем не восхищаться мастером. Цель музыки – трогать сердца. Именно это и делала в свое время одна из популярных групп конца 80-х – начала 90-х годов «Ласковый май». Герой нашего сюжета – Андрей Гуров. Он был участником первого состава знаменитого коллектива, после чего стал самостоятельным артистом. В Тамбове певец выступил в концерте «Звезды 90-х», который отчасти был на благотворительной основе для врачей, находящихся уже не первый год в красной зоне в связи с пандемией. Моё первопечатление о городе просто прекрасно. Я погулял с ним с большим удовольствием. Посмотрел на архитектуру, посмотрел на церкви, посмотрел на университеты. Безумно доволен тем, что творится сейчас, делается, вернее, здесь. Не творится, а делается в городе. Очень приятный, молодежный такой город. Как каждый артист, все болеем творчеством. Соответственно, конечно, мы выступаем, но уже не так часто, как раньше. Помимо этого, работаем над новыми песнями. Буквально через две недели будет съемка нового клипа на новую песню. Конечно, это уже не ласково мое. Это уже отступление в совсем другую сторону. Мы растем, года уже поджимают. И хочется писать и творить в песне с таким жизненным смыслом. Есть уже какой-то бога жизненный опыт, у которых были излеты и падения. И от этого, конечно, я отталкиваюсь. И сейчас работаю над таким вариантом песен. Они, конечно, уже, еще раз повторюсь, не ласково мое. Они разножанровые. Это от поп-рока и до балладов, и до блюзов. И даже романс есть в новой программе. Исходя из моего жизненного опыта как артиста, я понимаю, что людям его не хватает в живых звуках, потому что засилие фонограммы, засилие всяких нововведений, оно привело к тому, что люди ходят больше не послушать песни именно на концерте, а просто какое-то медийное лицо, которое там где-то поругалось, что-то там показало. И вот он стал медийным, и все, он приходит и выступает, люди на это идут. Нет. Есть поколение людей, которое хочет слышать живую музыку. И от этого ты сам получаешь удовольствие. И эту энергию ты отдаешь зрителям. И зритель это воспринимает. И это совсем другое, совсем другой калинкор. Вообще, если брать в общей сложности, сколько лет я проработал, это с 88-го года, наверное, по сегодняшний день. Вот, конечно, были перерывы творческие, был и развал группы, и опять группа сходилась, и опять развалилась. Вот, и опять она сходится. Ну, в общей сложности, если брать, ну, уже, наверное, 34 года. Это отданно группе «Лосква-Мая». Приезжая на концерты, все хотят услышать песни «Лосква-Мая», послушать старые песни, да. Но хочется еще что-то же новое преподать, показать, что вот мы не сидим на месте, мы же работаем дальше. Я всегда вот делаю оценку и анализ происходящего, конечно, это же текста песен, которые написал Сережа Кузнецов, это «Голос Юрия Штунова», который преподал эти песни, так как они пошли в народ. И, конечно же, организаторские способности Андрея Разина, который мог все это собрать в кучу и преподать людям так, что до сих пор все это слушается. Вот, вот «Три столпа». Ну, и, соответственно, я не считаю себя там супер-пупер основателем и прочее. Нет, абсолютно нет. Я просто рабочая лошадка группы «Лос Холмай». Я просто пою эти песни. Вот и все. Ну, что вас научило работать в этом коллективе? Ой, ну, это, конечно, прежде всего ответственность перед зрителями, что нужно отдаваться на концерте по полной. То есть это нужно людей заводить, отдавать свою харизму, петь с ними. Вот. И когда поешь эти песни, ведь мы все понимаем, что это наше детство. Это первая любовь. Это какие-то такие нотки, такие струны. Именно детской любви, которые звучат, хоть уже и в телах 40-летних, 50-летних мужиков, но, тем не менее, оно дает свои плоды. Ну, нужно преподать это звучание так, чтобы это как бы вернуться в прошлое. Дорогие телезрители, приходите на наши концерты, не сидите дома, потому что можно будет еще сидеть, может, еще год и полтора. Живите чувствами, живите воспоминаниями. Мы вас любим уже, ваш артист. Чем счастливее время, тем короче оно. И наша программа подошла к концу. Встретимся с вами на следующей неделе, в пятницу, на канале Новый Век. В свободное от работы время. Редактор субтитров А.Семкин